Пятого сентября 2015 года В храме преображения Господня городского поселка Стрено В связи с празднованием 150-летия со дня освящения церкви Высокопресвященнейший Артемий, архиепископ Гродненский Волковыский Совершил божественную литургию Владыки сослужили секретарь Гродненской епархии протеерей Анатолий Нинартович И духовенство Щучинского благочиния По окончании литургии состоялся крестный ход После которого были вручены архиерейские грамоты регенту хора и казначею Также по случаю юбилея Его Высокопресвященство преподнес в дар храму богослужебное Евангелие На следующий день 6 сентября в честь праздника В храме состоялся концерт хора священнослужителей Гродненской епархии Более подробное видео о жизни и истории прихода Спаса Преображенского храма В городском поселке Острино Можно посмотреть на сайте Гродненской епархии За предоставленное видео и сюжет благодарим автора Ингу Мармыш Новое лето, новое лето, новое лето 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ежегодно в Гродненской епархии проводится слет молодежи. На этот слет съезжаются молодые люди, активисты наших приходов из городских и сельских храмов. Собираемся обычно в каком-либо живописном месте. Вот в этом году был избран Августовский канал. Именно там, на берегу реки Черная Ганча, мы разбили палаточный лагерь и провели наш слет. В этом году слет проходил у нас 5 дней. И вот за эти 5 дней участие в мероприятии приняли более 150 человек из Чучино, Зельвы, из Мостов, Волковыска, поселка Пограничный, конечно же, из города Гродно. Попал на Августовский канал случайно на слет, потому что не планировал, но как-то так позвали меня. Я приехал, думал, заеду на один вечер, там 2 часа побуду, посмотрю, как они отдыхают и поеду обратно. Но отец Вячеслав меня не отпустил. Вот, сразу надел на шапку красную, типа волонтера. Говорит, будешь работать здесь. Отпросили меня с работы и стал работать. Ну, а часто спрашивают, почему вот мы приходим вот на такие мероприятия, да, что мы там нашли, там. Одни там не понимают, что там, вас там всех там рассказывают, там, как молиться, как что. Скажу, да, рассказывают, как молиться, как что. Кто-то скажет, что вы там делать, там гуляете, наверное, там не спите ночами. Да, и это тоже не гуляем, не спим ночами. Что касательно для меня, все-таки, почему я там. Ну, я именно был волонтером, как бы. Для меня это вот больше всего понравилось. Дело в том, что, ну, есть такое понятие, как послушание, да. Ну, что такое послушание, да. То есть, ну, я понимаю послушание так, что это когда сюда дают какое-то поручение, да. И ты это поручение делаешь с огромным удовольствием. То есть, тебе самому приносят радость сделать то, о чем тебе попросили. Это может быть любое поручение. Ты можешь сходить за водой сбегать, это там собрать, организовать кого-то, что-то принести, что-то подать. И у тебя нет задней мысли, что ой, не хочется, ой, это мне интересно и так далее. И вот именно за этим я, как бы, на данный слет, в принципе, и остался помогать именно для того, чтобы я был нужен. То есть, чтобы вам не нуждались. Я вообще ленивый человек по натуре, работать я не люблю. Но почему именно здесь вот такое желание возникает, ну, я не знаю. Можно сказать, что это отец Вячеслав, он вот так вот сумеет собирать вокруг людей, вот он так вот умеет простить, что ему тяжело отказать. Можно так сказать. Можно сказать, что там просто люди, атмосфера такая, что действительно хочется вот им помогать, хочется действительно этим именно людям, вот в этом именно месте быть полезным. И когда ты видишь хотя бы, ну, что ты хоть какой-то поиск проносишь, чувствуешь какое-то себе удовлетворение. Может быть, просто от того, что действительно в жизни сам многое там где-то никому не помогаешь. И тут вот ты находишься в... Среди таких людей, которые схожи с тобой по духу. Мы все разные. То есть кто-то там более нервный, кто-то более психованный, кто-то более смиренный, спокойный и так далее. Но у нас всех один огонь горит, да? То есть огонь православия, то есть огонь, находиться в Боге, с Христом и вместе с такими же людьми именно вот по духу с тобой. На таких слетах мы, конечно же, стараемся держать духовную линию. Обязательно проводились беседы. Духовные беседы, лекции, какие-то вот размышления на вероучительные темы. Мы касались вопросов исповеди, вопросов любви и брака. Без этого, конечно, тоже нельзя обойтись в молодежной среде. Говорили об истории наших приходов, об истории церкви. Приезжал владыка Артемий и отвечал на вопросы молодых людей. Рассказывал о том, как молодые люди жили в церкви во времена его молодости. Конечно же, очень интересной была беседа с отцом Георгием Роем о самой главной службе православной церкви, о литургии. В рамках слета мы проводили, конечно же, и спортивные мероприятия. Мы прошли соревнования по волейболу, по стрельбе из пневматического оружия. Была возможность у молодых людей кататься на байдарках, плавать, была прогулка на катере. Мы видели красоту августовского канала, природа неповторимая открылась для нас. Пригласили людей, изучающих белорусскую культуру, белорусские традиции. И получился только вечер белорусских танцев и песен, что очень понравилось и запомнилось нашей молодежи. Каждый человек, в принципе, находит то, что ему нужно. Были разные беседы, то есть для меня это, в принципе, тоже очень важно. Я человек, который не любит читать. Это такой мой грешок, в чем постоянно каюсь. Но послушать, пообщаться, поговорить, то есть услышать какую-то информацию интересную, да, то есть я с удовольствием рад. Поэтому всегда на собеседовании, ой, на собеседовании, ну, беседы, которые проходят с удовольствием, хожу, слушаю, были интересные. Я был от Салвы Слава Ракутина. Он тоже, в принципе, коснулся и католицизма, и православия, и протестантизма в целом. То есть тоже основные отличия. То есть немножко были схожи с беседой отца Гука. Так немножко сошлись чуть-чуть. И с удовольствием был на тех вот мастер-классах, которые прошли там. То есть я человек, который любит увлекаться спортом, с удовольствием посмотрел, потренировался, когда был мастер-класс с отцом Владиславом Ракутиным, когда он там показывал приемчики. С удовольствием, когда капуэры приезжали, тоже довольно интересно было. Я бы не сказал, что там уважаю капуэры, но именно с ними попрыгать, с ними потанцевать, танцы, немножко подраться, покувыркаться, это было действительно очень интересно и действительно очень энергично. С удовольствием вот выплеснул там энергию. В рамках слёта проводились мастер-классы, чтобы люди могли чему-то научиться полезному, интересному. И могли это использовать потом в своём дальнейшем приходском служении в жизни своего молодёжного братства. Так, например, был мастер-класс рисования на камнях. Была встреча с руководителями Гродненского детского хосписа и директор этой организации рассказал о том, как православная молодёжь может своими силами, талантами, временем помочь, послужить деятельности Гродненского детского хосписа. Конечно, была возможность смотреть ролики, фотопрезентации по истории Коптёвского святоуспенского прихода, например, отец Антоний Семилет очень интересно рассказал. Была встреча с отцом Александром Гуком, в котором разговор шёл о православии и католичестве. Всё-таки многие ребята у нас из католических семей вышли, или из смешанных семей, и нужно было все эти вопросы, что называется, разложить по полочкам. Чем же всё-таки православие отличается от католичества? В чём принципиальная разница? Вот эта вот беседа у нас состоялась с Иереем Александром Гуком. Наш слёт посетили и другие священники, городские, гродненские, и было радостно, что слёт проходил в будние дни, и всё-таки, как известно, священникам легче в будние дни вырваться на молодёжные какие-то мероприятия, нежели суббота, воскресенье, у всех свои приходские дела. И вот у нас в этом году на слёте было много священников, они были доступны для молодых людей, можно было и пообщаться, и поговорить, и поисповедоваться, и поплавать, и поиграть в волейбол. Мне кажется, что это вот было здорово, и это было отличием слёта нынешнего 2015 года, что духовенства было больше на слёте. Запомнилась беседа с отцом Александром Шашковым, мы всегда его приглашаем, он у нас один из духовников епархии и наших молодёжных братств. Он приезжал для того, чтобы исповедовать людей, молодые люди имели возможность серьёзно, не спеша, поисповедоваться, поговорить со священниками, задать вопросы, духовные вопросы, житейские. И завершился наш слёт служением Божественной Литургии. Прямо в расположении лагеря мы совершили вот эту службу ценную, самую важную, и все имели возможность причаститься. И, наверное, может быть, она и более всего впечатлила наших ребят, потому что мы служили ночью под открытым небом, при свечах, все завернулись в одеяло, у каждого была перед глазами брошюра с последованием литургии, было всенародное пение, то есть все пели, все видели, что происходит в алтаре, что делает священник, и имели возможность причаститься. Когда стояли на литургии, то получилось так, что все жались друг к другу, потому что было прохладно, была ночь, и вот люди жались друг к другу, чтобы было теплее, и это создавало атмосферу такого братства, такого доброго, тёплого общения. Вот это запомнилось. Я вельми рады, что мне давялося паудзельничать у молодзевым взлёте, який проходзев на берегу августовского канала, и вось мне давялося з молодзевым говорить про литургию. И это, на самом реч, вельми важная размова, не только с некого историчного пункта гляджуня, а минавита для життя молодзи у царкве. Всё ж таки, сённяшній день с развитыми информацийными технологиями, социальными сетками, он не перешкаджае молодзи отчувать литургию, отчувать супольность. И, калі мы гаворым пра литургию для сучаснага молодога чалавека, то мы тем самым даём махчымасть молодым людям отчуть, што литургия гэта не просто набажэнства у царкве, а што гэта супольная справа, гэта самая головная християнская справа, што гэта справа абшыны, гэта тое, што вельмі важна для становлэння чалавека молодога і для становлэння християнина. І, саправды, размова атрымалася вельмі цікава, як мене потым распавядалі, нажаль, мені не удалося пабыць на той начной литургии, яку ўслужылі там, на гэтым злёце, але распавядалі пра тое, што я казаў, яно сапала з тымі адчуваннямі, які былі ў молодых людзей падчас гэтай литургії. Я считаю, што совместна евхаристия, каторая была в паследню ночь, это, наверно, не знаю, самый перый, номер один ваобще, из всего того, што там прашла. То есть, могли бы быть игры, могли бы быть беседы, могли бы быть там другие кіто там мастер-класы, но то, што дзвісценно всех объединила и действительно собрала нас во Христе Иисусе, это красно китайство и евхаристия совместна. Когда именно все, ну, кто смог, получилось, было возможно, желание, причастились вот вместе. Ну, скажу так, я обычно, есть такое понятие в церкви брат и сестра. Мы часто это употребляем, да, на тех же братствах, там, брат, сестра, но по себе сужу, то есть, я долгое время я вообще не понимал, что это такое вообще, братство. То есть, я не вкладывал какой-то особенный смысл. Ну, так принято называть, там, как и чувак называть, так у нас эй, брат, сказать, да. И в свое время я понял, что такое брат и сестра во Христе Иисусе. Когда ты причащаешься с людьми, вот, ты живешь в одном месте и часто с ними причащаешься, со временем у вас возникает такой вот дух единения, потому что мы в танстве Христии соединяемся с Богом и мы соединяемся это в один день. Мы становимся вот в один день братьями и сестрами во Христе Иисусе. И когда, например, за то же собрание, там, фестиваль, это или мероприятие вы причаститесь несколько раз, это действительно объединяет. И ты начинаешь воспринимать человека, которого, возможно, видел там буквально пару дней, вот, начинаешь к нему относиться так, как будто бы ты этого человека знал всю жизнь. И сам этого не замечаешь. Настолько это очень быстро вот в это вплываешь. И действительно, вот, когда говоришь, брат, ты не просто называешь, потому что так надо, так принято, а ты не думаешь о том, что он не брат тебе. Вообще даже мысль в голову такая не приходит. Как, 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 как? Не брат, то есть я узнаю пару дней? Не может быть. Я узнаю давно. Все, это действительно брат, это действительно сестра, это искренне. Поэтому Таинственная Евхаристия это должно быть на каждом таком мероприятии совместное. И каждый, кто приезжает на этот фестиваль, на эти все форумы, на эти вот мероприятия, он должен быть психологически готов, что в один из дней будет это Таинство. И нужно обязательно со всеми именно в этот день и в эту ночь со всеми нужно причаститься, потому что действительно это очень важно нас объединяет и делает нас действительно православными христианами. Мы надеемся, что в следующем году, если будем живы-здоровы, то попытаемся наш слет расширить, пригласить больше ребят из других епархий, из Польши, из Вильнюса, потому что мы очень дорожим международными контактами с православными молодежными организациями Белостока, Варшавы, Вильнюса. Молодые люди нуждаются в таких мероприятиях, чтобы знакомиться, чтобы обмениваться опытом, чтобы создавать православные семьи. И я вижу смысл таких летних молодежных мероприятий в том, чтобы еще выявить и определить активных, ревностных молодых людей. как правило, на слетах, в период организации слета, пока слет проходит, всплывают, выявляются такие люди из разных приходов, из разных благочений, люди, которым можно что-то поручить, которых можно использовать в дальнейшей молодежной работе во славу Божию для пользы нашей Церкви. И вот всегда, каждый год на слетах мы буквально просто новую команду набираем людей, которые способны совершать великие дела, что называется, во славу Божию для нашей епархии. 13-14 сентября 2015 года по благословению архиепископа Гродненского и Волковыского Артемия состоится крестный ход в честь 101-й годовщины со дня чудесного явления Богородицы русским солдатам в Августовских лесах. 13-го сентября во Владимирском храме будет совершена литургия начало в 10 часов утра, после чего от стен храма двинется в путь шествия до Пребраженского храма городского поселка Сапоцкин. Вечером 13-го сентября в 18.00 там будет совершено праздничное всеношное обдение с литийей. 14-го сентября утром состоится Божественная Литургия. Детская иконописная студия Пресвято-Покровском кафедральном соборе города Гродно объявляет дополнительный набор детей с 10 до 15 лет на новый учебный год. Начало занятий 16 сентября 2015 года. За справками и информацией обращайтесь по телефону МТС плюс 375 2 9 86 81 599 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok